Гражданский аэропорт Бильбек останется в управлении Севастополя, если за два месяца в правительстве найдут инвестора. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Владимирович Овсяников. Как сложится дальнейшая судьба Бильбека, обсуждали в Москве на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Дмитрий Овсяников сумел убедить вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Николаевича Казака, что аэропорту необходим собственный путь развития. Заместитель председателя правительства Российской Федерации дал срок до 1 ноября. К этому времени нужно представить предложение по инвесторам, финансовой модели и концепции развития аэропорта Бильбек. Мы представили свой подход, свою концепцию, видение аэропорта, прежде всего, как мишевого аэропорта, работы, условно, с 1 мая по 1 октября. Не такой объем, как у Симферополя, но это полноценный все-таки гражданский сектор. Напомним, в июле 2016 года сообщалось, что аэропорт военно-гражданского назначения Бильбек станет филиалом Симферопольского аэропорта. Об этом заявлял первый заместитель Сергей Миняйло Алексей Еремеев. По предварительным данным, развитие гражданского аэропорта в Севастополе отнимет у Симферополя около 2 миллионов пассажиров. Продолжение следует...